привет всем мне тут волосатые ручищи попался джебель 250 это у нас для тех кто не знает suzuki вот можно прочитать и у него проблемы с карбюратором ну а для вас это очередное зрелище чтобы посмотреть просто или тем у кого он есть поглядеть как устроен карбюратор и насколько сложно он снимается с двигателя самом деле ничего сложного тут всего два хомута один из них в общем то торчит из двигателя другой из фильтр бокса ну и еще надо будет снять пару трассов которые конечно же управляют дроссельной заслонкой и ускорительным насосом многие двухколесные ведра не могут похвастаться таким удобством демонтажа карбюратора как этот мотоцикл потому как при всей моей нелюбви к большинству suzuki здесь все-таки все относительно удобно сделано для тех кто никогда с этим не чпекался от души покажется что и это достаточно сложно все но на самом деле поверьте мне это не так например чего стоит снять три карбюратора у triumph tiger 800 можно у скутерца посмотреть они там натрахались по полной программе здесь в общем-то на удивление все достаточно просто при минимальном наборе инструментов все это снимается на ура так теперь остается лишь отключить топливный шланг с левой стороны и не забыть закрыть краник теперь нужно грубая необузданная сила чтобы сдернуть фильтр и теперь нужно как-то умудриться вывернуть карбюратор к себе наружу иди сюда теперь бы потом еще запихнуть и так что у нас здесь интересного есть в первую очередь это карбешник не такой как в большинстве четырехтактных двигателей это обычный шиберный карбюратор не постоянного давления ну просто шиберник и сейчас я вам попытаюсь на пальцах объяснить чем же одно другого отличается как любом карбюраторе раскручиваем все что видим так и здесь мы видим очень похожий механизм как она будет допустим на сэпи на 131 двигателе у нас здесь с наружной стороны есть коромысла а с внутренней стороны есть вот такая хубалда которая поднимает ваш шибер здесь нет вторичного первичного дросселя как на карбах с постоянным давлением здесь все просто как угол дома карб такого же типа используется на ттр на 250 и поэтому мотоцикл немножко по-другому себе ведет в отличие от того же xr 250 но в плане реакции на ручку газа здесь все в общем то грубо происходит так скажем то есть сколько открутили только столько бензина и налилось и собственно проблема с этим карбом в том что он нахватался грязи ну это в общем то можно увидеть очень запросто невооруженным глазом куча всякой сране на дне это обусловлено тем что в нашем случае ребята ровняли бак а для того чтобы его греть гнуть наливали в него воду он немножко подржавел и ему резко стало плохо теперь наша задача сделать банальную последовательность процедур по очистке этого карбюратора от дерьма первый чпокер бургер с которым вы столкнетесь эта попытка снять гребаный поплавок потому что у нас здесь есть такой себе штифт который туго садится в тело карбюратора и снять его не так то просто здесь понадобится кернцо тихо не хватало чтобы еще здесь что-нибудь сломалось и молоток куда же без него вынулась то есть теперь надо тут иметь в какой-то степени пузо ну или что-то около того чтобы упереться в какой-нибудь инструмент допустим как вот у меня здесь тисочки в щель и после уже вы вынимаете гребаный шплинт который держит ваш поплавок неужели нельзя было сделать как во всех примитивных полтинешных карбюраторах вставил шплинт потом одел крышку поплавка вот эту в частности и она уже ему не дает никуда деться нет блин надо выпендриться и здесь по моему где-то если присмотреться то должно быть до утолщение вот здесь есть утолщение в этом месте возле шляпки и в общем то благодаря ему все это дело туго держится так вынимаем поплавок блин мне надоел этот гребаный шланг и этот тоже мне надоел вот вынимаем аккуратненько и теперь поговорим немножко о специфике карбюратора вернее я бы сказал даже конструкции его по порядку здесь как правило во многих вещах ничего нового не происходит то есть съемное гнездо запорной иглы поплавка которая можно сменить ту которая хрен достанешь так просто очень радует благо что если она сломалась то может быть где-нибудь когда-нибудь вам повезет его найти потом главный жиклер с распылителем наверняка распылитель выкручивается но это потом еще нам план покажет насколько все это реализуемо на практике так вот у нас здесь пластиковая вставка и я так смотрю что она тоже не спешит сниматься поскольку здесь есть специальная проточка я не знаю будет ли видно ну где как показать то епт о вон она про . и в нее вставляется пластик то есть фактически я думаю что если взяться пассатижами за распылитель то его можно выкрутить но давайте поглядим сразу не отходя от кассы то есть берем отвертку выкручиваем жиклер жиклер у нас здесь 115 по маркировке это так для общей информации и дальше дальше о как любопытно видите как то есть у нас здесь вот такое вот кольцо обручальное кольцо не налазит на яйцо давайте попробуем его снять отсюда снимается не снимается не снимается потому что здесь с двух сторон про . и вот это вот ху балда пластиковая на нее эту про . защелкнута про . конечно же не видно но всяком случае на камеру сто процентов не видно но поверьте мне она там есть и все это дело в общем то не разборной дальше у нас торчит здесь распылитель у него здесь тоже есть специальная про . потому что он должен иметь строго позицию нужную далее у нас здесь еще есть второстепенный жиклер вот он давайте выкрутим поглядим что на такое очень похоже на что-то но уже не помню на что и маркировка у нас здесь 47 с половиной теперь по порядку канал запорной иглы главный жиклер второстепенный жиклер канал обогащения вот он пошел здесь если присмотреться то есть вот у него здесь есть еще отверстие для того чтобы захватывать воздух я так думаю потом пошел промежуточный канал вот он здесь дальше у нас запрессована отверстия заглушена и вот такая вот трубка идет с поплавка карбюратора вверх на запорный механизм механизма подсоса то есть вот так вот это все так подсос есть так подсоса нет вот в общем то и все весь карбюратор плюс здесь еще есть лобовина вот такая вот задней стороны который одним куском идет с диффузором и закручена на те же самые винты которые в общем то держит бензонасос на полтинниках то есть торк защиты тоже никак это все не разобрать без соответствующего инструмента и принципе нефиг туда по сути и лазить потому что здесь особо ломаться нечему и так теперь задача наша все это здесь повыдувать нормально и собрать в обратном порядке посмотреть будет ли это все работать а ну вот еще у нас есть винт качество смеси как всегда в удобном месте если у вас здесь осталась пружина и запорные все уплотнительные механизмы типа шайбочки резиночки рекомендую все это дело тщательно придерживать так теперь вытягиваем подсос и дуем в канал теперь сюда сюда и в канал поплавка теперь еще у нас здесь в пазухах много мусора дальше у нас еще имеется вот такого вот плана же клёр микроскопический это же клёр ускорительного насоса то есть вот он его тоже желательно продукте посмотреть как это все работает ну в общем то работает это еще не все у нас здесь еще такая вот крышка и из нее тоже желательно все повыдувать причем очень тщательно в нашем случае у нас здесь имеется такой себе достаточно примитивный но тоже время работающий механизм то есть вот у нас здесь поршень как на китайцах только одна китайская даже я бы сказал немножко больше заморочились потому как там все немножко сложнее сделано там даже есть обратный клапан и все такое итак мы здесь имеем канал общий вот он идет по низу то есть если так посмотреть я просто не хочу сейчас бензин вылить и у него здесь есть три как бы сообщающихся отверстия то есть вот одно отверстие которое при закрытии крышки поплавка соединяется с ускорительным насосом потом дозирующий жиклер так вот и собственно поршень который работает грубо говоря качает принцип вообще примитивнейший потому как у нас здесь нет никакого крана и все основано на том что основной бензин который находится в канале просто лишним не успевается не успевает выбрызгиваться из вот этого джеклера и когда вы нажимаете на клапан у вас по идее бензин должен выбрызгиваться сразу из двух отверстий то есть из отверстия жиклера из канала который подает уже струю топлива на ускорительный слоник так называемый удивительно конечно что здесь нет никакого крана и что это все работает потому как если бы здесь какой-то кран был здесь хотя бы что-то как-то разбиралась ладно не суть в общем смотрите основная беда в чем к примеру при выходе из строя ускорительного насоса то что поршень просто она просто любит заедать у себя в канале для того чтобы он застрял здесь достаточно мельчайшего абразива какого-нибудь мусора который сюда попадает и все и он уже заклинил в нижнем положении это вы сейчас допустим на снятом карбюраторе можете это все разобрать продукт и проверить на работоспособность а вот когда карбюратор в режиме езды схватил мусора то уже все пиши пропало поэтому вот эту вот штуку желательно запихивать себе в канал очень аккуратно и желательно чистыми руками теоретически если у вас в принципе проблема имеет так скажем систематический характер в частности с ускорительным насосом вы можете поставить пожестче пружинку в этом плане вы ничего хуже не сделаете здесь поскольку она здесь в общем-то жесткость имеет не номинальную так формально я бы сказал то есть берете допустим разбираете какую-нибудь ручку обычную авторучку у которой есть пружинка с механизмом типа открыть закрыть и оттуда ставите пружины чуть-чуть пожестче фокус в чем что у вас здесь стоит обычный элементарный примитивный то повысыпалось все рычаг вот он его нажимает у вас на толкатель который в свою очередь нажимает на ускорительный насос и собственно говоря пофигу какой жесткости там будет стоять пружина поскольку в руку вы даже не почувствуете на фоне основной торсионной пружины насколько все стало жестче но у вас появится больше шансов что поршень вас будет возвращаться в исходное положение ну скажем так не на 100 на 146 процентов ну давайте еще для полноты картины разберем пусковой обогатитель посмотрим что там внутри тело у него пластиковая поэтому я думаю если руки сильные то можно раскрутить даже голыми руками а здесь в общем то ничего интересного обычный канал ну видно конечно хреновастенько если общем не сказать что ничего не видно а здесь в общем то все как в электрит в электрообогатителя то есть обычная пружина здесь и в общем вот таких вот два выступа которые фиксируют ваш кран грубо говоря обогащение смеси в двух положениях положение открытое положение закрыто то есть примитивно просто до беспредела и самое интересное что фиксируется это все дело здесь вот в резиновом манжете и больше в общем то ничем не удерживается то есть все просто как угол дома вот и все так что здесь в принципе особо-то и ломаться нечему если честно все после того как продули можно в принципе собирать все обратно без страха и пробовать работает ли теперь это все или нет так без фанатизма закручиваем пластиковую гайку даже не гайка болт винт хрен поймешь чуть такое как его правильно назвать не суть так теперь у нас жиклер холостого хода закрутим его опять же без фанатизма поскольку это не несущая часть самолета дальше ставится вот это вот ху балда которая даже не знаю как правильно назвать устанавливается она воротником вперед вот так вот то есть вот этот вот воротник должен прикрывать у вас второстепенный жиклер да и в принципе здесь как я погляжу его особо в другую позу ты не поставишь потому как здесь есть вот такой специальный выступ который держит распылитель ваш в определенном положении на теле воротника есть вот такая вот выборка кругленькая то есть вот она и вы иначе никак не воткнете теперь главный жиклер он же держит всю эту систему до кучи так закрутили поплавок где он вот он надеваем иглу еще очень важно принципе убедиться насколько у вас здесь огромная выработка на упоре где игла то есть нашем случае она не сильно большая а бывает так что здесь прямо таки яма и вот когда здесь есть яма карбюратор часто работает как попало потому что в этой яме у нас застревает шток так демпфер работает для тех кто не всегда на моем канале покажу поближе то есть вот демпфер и вот он должен быть не закликнувший и шплинт так шплинт у нас стоял с какой стороны по моему вот так да берем пассатижи и задавливаем его на место так она фокусируйся здесь самое главное без фанатизма то можно ногу одну из сломать и тогда придется бежать за новым корбом ну все визуально все вроде нормально так теперь еще не забыть бы обогатитель собрать правильно есть не обогатителя ускорительный насос кидаем пружину в канал и здесь еще важно не перепутать какой стороной вот это вот дрянь ставить то есть это такой себе хитро сделанный поршень то есть у вас здесь про . есть маленького диаметра и про . есть большого диаметра про . и малого диаметра во внутрь все вроде бы работает не заклинивает придерживаем пальцем и ставим все это на место вот так и все закручиваем до кучи ставим на мотор и пробуем полегчало ли ставим на минимальный крутящий момент и да все закрутили а ну еще крышку не помешает здесь все просто так как сейчас у всех будет бомбить как зачем закручиваешь пневмоинструментом в карбюратор ты же резьбу сорвешь а так не отвертка так уж и быть то сейчас у всех но вырвет моментально и последний штрих засыпаем в карбюратор все навесное касающиеся винта качество смеси и так стандартный порядок вещей на винт одевается сначала пружина потом шайба потом резиновое уплотнительное кольцо вот такой порядок вещей и закручивается в тело карбюратора сначала до упора потом откручиваете ну скажем ну оборота два с половиной потому что как показывает практика почему-то с полутора оборотами карбы со здоровой дырой в диффузоре работать нормально не хотят поэтому раз два три 4 и 5 она где-то так и было выключено я бы вам сказал все вот и весь скажем так обзор этой запчасти и так еще один нюансик насчет установки карбюратора короче как бы не хотелось придется вот эту вот часть резиновую снимать с фильтра а потом ставить карбюратор и между карбюраторами фильтром вставлять резинку вот тогда только это все дело встанет так выбираем подсос где он там холодный еще один момент по этому двигателю оказалось все-таки два с половиной оборота многовато на качестве смеси поэтому а когда резко открываешь газ то появляется некоторый провал но это не удивительно поскольку карбюратор у нас шиберный и допустим такого явления не наблюдается на карбюраторе постоянного давления поскольку там вторичный дроссель открывается по мере создаваемого вакуума во впускном тракте здесь же пофиг на тот вакуум то есть сколько вы накрутили ручкой газу столько шибер и поднялся в принципе если двигатель крутится с достаточно низкими оборотами это получается как бы топливное голодание из-за недостатка разрежения во впускном тракте и создание дисперсизации топлива с воздуха еще один момент по установке этого карбюратора я был очень сильно удивлен что вот эта вот штука она хоть и неправильную форму имеет и у него здесь большой диаметр одевается достаточно легко то есть я ее снял и думал что я еще с ней реально натрахаюсь по самые помидоры нифига подобного на самом деле очень все легко и несмотря на то что здесь тесно очень ну в общем-то не мудрено экономия места все сделано в угоду компактизации чтобы все это между ног у тебя помещалось как можно лучше поэтому когда вы сняли резиновый тракт поставили карбюратор все что вам нужно это вот эта вот часть резиновый там кстати еще такая здоровенная круглая сетка внутри стоит сложить ее просто вдвое вот здесь по этому ребру то есть так складываете запихиваете сначала в сторону диффузора карбюратора повращав немножко тела вы одеваете сначала на карбюратор потом просто ударом руки толкаете заднюю часть резинки на фильтр бокс и она просто вот вот так вот раз и отделась все что вам нужно это потом три хомута затянуть то есть хомут самого карбюратора хомут диффузора и хомут фильтр бокса все все стало на место превосходно не мы несмотря на то что suzuki это а suzuki в общем то никогда не отличались удобством также точно какие yamaha здесь все несмотря на тесноту сделано просто вот ну вот класс зачет принципе все с вами был евгений матвеев это была мастерская пит-стоп так что там где-то есть кнопка подписаться есть там кнопка оценить так или так в общем сами убирайте ну и всем до новых встреч где гребаная пружина опять проебалась сука сука сволочь подлотварь а вот она где блять четвертый болт винт гайка болт черт жешь но где он а вот где бля во бля а бля так ты спиздил отвертку серую черт жюн Продолжение следует...